Добрый день, уважаемые зрители! Собственно, первое обещанное видео, 31 разговор о менеджменте Управление бизнес-сервисами в конфликтных ситуациях Давайте вначале вспомним, что такое бизнес-сервис Бизнес-сервис – это та ценность, ну и как IT-сервис, да, это та ценность, которая создается компонентом системы И потребляется либо другими внутренними компонентами системы Либо внешними участниками системы более высокого уровня Ну, то есть у нас есть, допустим, завод, на нем есть компонент производства Оно создает изделия, эти изделия прежде всего потребляет отдел с бытовой логистики, в службе логистики Ну, а затем их уже потребляет внешний клиент Можно как-то чуть по-другому смотреть, это потребляет условно сразу клиент Но это не совсем правильно, да Это такой будет очень субъективный взгляд Все мы, в принципе, взаимодействуем через интерфейсы различные О них будет следующее видео Но обмениваемся мы сервисами То есть ценностью Если вас мучает фрисовосочетание бизнес-сервиса Ну, и стагафф, архимейт Ну, можете в скобочках для себя говорить ценность Еще раз давайте также проговорим следующее Ценность не равна функции У нас есть лучник, он стреляет со стены замка Тогда у нас есть, например, какой-нибудь Голфериэль Да, это бизнес-актор Он выполняет роль лучника Он стреляет со стены замка Это функция В эту функцию входят различные бизнес-процессы Взять стрелы, получить стрелы от подающего В общем, это все объединить Можно функцию вести обстрел стены замка Но бизнес-сервис Это то количество врагов, которые он убил Ну, или какой-то другой показатель, который был выбран Если у вас есть охотники, которые охотились на дичь неделю Но ничего не принесли То функцию-то свою они выполняли Сервис сгенерировал не был И так везде Когда ваш ребенок говорит, что убирался в комнате Но ничего не убрал Вы видели, как он убирался, но не смог убрать Прикреплечения Он, возможно, как-то выполнял функцию Но ценности созданы не было Итак, мы с вами проговорили фундаментальные вещи На случай, если кто забыл или не видел их в предыдущих видео Конфликтные ситуации Какие же бывают? Первое Вам, как участнику системы Допустим, руководителю отдела или сотруднику Возьмем чуть выше, все-таки у нас курс по менеджменту Да, пускай будет руководитель отдела Нужен сервис от других подразделений И из трех подразделений, которые вам должны предоставлять сервис Одно его не предоставляет Вот примерно что-то такое было в качестве вопроса Что же делать? Ответ Прежде всего, определиться с природой данного сервиса Если этот сервис является смежным с вами или не смежным Рассмотрим первый вариант Сервис смежный Что вы делаете? Как на самом деле во втором варианте Первое, что вы делаете Это эскалируйте вопрос вышестоящего руководителя И формулируете термины и определения Да, вы, если придете к менеджеру И скажете, у меня проблемы с сервисом Соседнего подразделения Очень мало менеджеров знает, что это Как строится система управления Скорее всего, он вас не поймет Если вы придете и скажете, что Вот там руководитель того подразделения Должен делать это и это, чтобы я мог работать Вероятность будет выше Потом можете пояснить про сервис И дать ссылочку на канал Это я так в рамках саморекламы В втором варианте Также, почему мы не идем к руководителю Нортен и Каплан в своих книгах сказали Нельзя управлять тем, что не измерено Я с своей стороны добавлю То есть нельзя управлять тем, не только, что не измерено Но и то, что не формализовано А до измерений должна наступить формализация Вот мы с вами, допустим, проверяем Какие-то события Мы говорим, что кит Кит Тяжелее слона Вот, опять же, в плейлисте по метрологии Я об этом говорил А как мы с вами поймем Я начинаю, где заканчивается кит А где слон Соответственно, сначала надо формализовать И сказать, вот то существо Это кит Называется теперь У него вот там кончик хвоста Вот там кончик мордочки И мерить мы будем вот так А вот то существо С хоботом Это слон И мерить мы его будем по-другому Соответственно Если вы идете И пытаетесь договориться с руководителем Выводите себя В периметр неформальных связей Неформальные связи Не являются детерминированными То есть определенными Их нельзя положить в регламент Ими нельзя управлять Они строятся на иррациональной части Человеческого сознания На эмоциях Субъектах Отношения Отношения имеют свойство портиться Если вы строите В компании менеджмент На личных взаимоотношениях Скорее всего Ваша компания обречена В какой-то перспективе Личные взаимоотношения Могут быть на самом верху Но операционный поток управления Не должен зависеть От личных взаимоотношений Это просто Мина под работой компании Так вот Первое ваше действие Это формализация То есть вы должны определить А формализовать вы не можете Без вышестоящего менеджера Вы определяете Где вы Где Ваш визави И Приходите к вышестоящему менеджеру Собственно При нем определяете Проще там Побыстрее на листе бумаги Вызывайте второго руководителя И дальше У нас Как я уже говорил Два варианта Если сервис смежный Вы можете Попробовать Забрать этот сервис Вместе с ресурсами Которые на него Выделяются себе Если сервис Явно не вашей природы То Единственный способ Добиться Чтобы второй отдел Этот сервис Исполнял Во-первых Формализовать Во-вторых Директивно определить Уровень сервиса В-треть Привлечь к этому Высшего руководителя Мне жаль Никакого Волшебной пилюли Да Нет Никакого Курса Там Бери видео Да О том Как правильно Перетереть И внутренне договориться Нет Не будет Перетереть Может отработать Где-то Кратковременно С некой Псевдопользой Но Длительная Четко формализованная Договоренность Да Определенная Через регламенты Протоколы И так далее Всегда Уже в среднесрочном Периоде Бьет все Неформальные связи К сожалению Ответ Будет Вот такой Эскалация Формализация Фиксация Контроль Вполне возможно Что в процессе Опять же Фиксации И Формализации Вы столкнетесь С тем Что руководитель Другого Предразделения В ужасе Узнает Что он должен Был это делать Сталкивался Очень часто Сотрудники Компании Домысливают За других Людей Ну то есть Я знаю Что он это должен Делать Это же очевидно Нет Не очевидно Потому что Тот человек Который На второй стороне Взаимодействия Совершенно Это не знал Или возможно Считал Это совершенно Не обязательно Все что Не оформализовано Находится В зоне Наших Домыслов Запишите Пожалуйста Себе В конспект Что ли Эту фразу Все что Не оформализовано Это зона Наших И чужих Домыслов Многосмысленность Бессмысленность Двусмысленность Трехсмысленность Я постоянно С ними сталкиваюсь Почему Потому что Люди Избегают Формализации Потому что Формализация Мучительный Процесс Его надо Переживать Сегодня Первое Сентября Я Из-за Балкона Выгнал Ооо Какие дети Несчастливые В школу Я с таким Видом К зубному Врачу Даже не хожу Прямо На них Оршинными Буквами Написано СТРАДАНИЕ Ну что Теперь Не ходить В школу Не надо Зачем Дети Же страдают Они будут Страдать В школе В институте Потом На работе Потому что Формализация И по сути Формализует Довольно Неприятный Процесс Разница Между мной И тем Кто Это Не делает Заключается В том Что Я знаю Что Неприятный Но Я точно Так же Знаю Что Если Его Не Сделать Его Невозможно Оцифровать Еще Одна Мысль Важная Невозможно Оцифровать То Что Неформализовано Ну Давайте Например Так Средняя Скорость Движения Солдат На марш А что Такой Марш А каких Солдат Пока Мы Это Все Не Определим Мы Никогда Не Можем Посчитать Среднюю Скорость Средняя Скорость Будет Средней Температурой По больнице Да Условной И будет Представлять С собой Не более Чем Наши Домыслы Я Больше Чем Уверен Что Вы В своей Работе Регулярно Сталкиваетесь Домыслами Не только Ваших Коллег Которые Причиняют Вам Страдания Но и Вашим Что-то Вы Домыслили Даже Неосознанно За своих Коллег И Они Были В большом Гневе С этим Надо бороться Надо Прям Вести Дневник Пускай Даже Электронный На телефоне Это не суть Важный Прям Себе С утра Читать Там Записку Недомысливый Ни за себя Ни за других Это Великая Добродетель На мой взгляд Ну В принципе Это все Что я хотел Сказать Спасибо За внимание До свидания